Приветствую вас на канале Техревизор. Сделал подборку саундбаров. В нее вошло 7 моделей с разной стоимостью. Из печального, адекватных бюджетных вариантов за 20 тысяч рублей я найти не смог. Просто нецелесообразно покупать сейчас такой саундбар, так как в этом нет смысла. Телевизор из коробки выдает звук такого же уровня, поэтому я сконцентрировался на том, что реально может улучшить вечерние посиделки за фильмом, игрой и в общем за тонким телевизором, в который впихнуть качественную аудиосистему физически невозможно. Да, за это придется отдать немалые деньги. И как бы больно ни было с ними расставаться, уже в первые минуты теста саундбара все-таки приходит понимание, за что пришлось заплатить такую сумму. Главное выбрать подходящий для себя вариант, чтобы полностью насладиться звучанием и остаться довольным покупкой. Давайте я начну рассказывать про каждого участника подробнее, а вы пока можете поставить лайк и подписаться на канал. На седьмом месте рейтинга стоит одна из самых доступных моделей Denon DHT C316. Вообще, Denon в музыкальной нише далеко не последний бренд. Все-таки товарищи в этом что-то понимают. И понимают, что реально проработанный качественный саундбар стоит больших денег. А простому люду тоже хочется приятно ушам делать. Поэтому они выпустили такую скромную модель за минимально возможную сумму. В общем, на деле мы получаем простецкую 2.1 звуковую панель с беспроводным сабвуфером. К сожалению, я не нашел точной информации о мощности установленных динамиков, но запасов громкости вполне достаточно. Также со звуком работают простые технологии декодирования Dolby Digital и DTS. Хоть это и не топовый Dolby Atmos и DTXX, но объема и глубины добавляет. В совокупности это дает звучание, которого достаточно, чтобы сказать что-то типа ну да, динамики телевизора не дают такого звучания. С этим саундбаром получше. Denon хорошо работает со средними частотами, четко передает диалоги. Да, всякие выстрелы, взрывы, пролеты звучат не так эффектно и реалистично, но все-таки это самый базовый саундбар. Его просто подключить либо по HDMI, либо по оптическому разъему, поставить под телевизор и все. И будет он отыгрывать свои деньги. Конечно, для прослушивания музыки не сойдет, но смотреть кино и сериалы с ним все равно в разы приятнее, чем на простых динамиках от телевизора. На шестом месте модель производителя Yamaha YAS-209. Тоже известный бренд в этой нише. Из приятного отмечу цену. Если прошлого саундбара вам недостаточно, то можете рассмотреть Yamaha. Она не сильно далеко ушла по цене, но свои фишки отбивает. Так у нее и мощности поболее, 100 ватт на саундбар и плюс отдельный сабвуфер еще на 100 ватт. Получается более мощная, громкая аудиосистема. Но при этом кардинально отличного звучания здесь не будет, так как тут все тот же двухполосный канал без добавления дополнительных колонок. Но у Yamaha все равно получается более насыщенный и объемный звук, в том числе за счет поддержки DTS Virtual X и DTS Digital Surround. На одном лишь Dolby Digital ведь далеко не уедешь. Поэтому этот саундбар старается выдать еще более реалистичное звучание, чтобы сильнее погрузить в атмосферу игры или кино. И хоть до уровня топовых девайсов ему далеко, он все равно выдает звук без посторонних шумов и призвуков, на высокой громкости не смешивает слова в кашу. А за счет всех вот этих Dolby и DTS все спецэффекты звучат еще насыщеннее и реалистичнее. Ну и для достижения лучшего звучания лучше использовать Yamaha в небольшой по площади комнате, метров на 15-20 максимум, чтобы звук не разбегался. Все-таки для каких-нибудь больших гостиных лучше использовать девайс посерьезнее. Этот же легко подключается к телевизору по HDMI или оптическому кабелю. Можно и например телефон подключить по Bluetooth, но тогда звук будет отставать от видео. Вообще не камильфо получается. Поэтому лучше просто использовать Yamaha, просматривая фильмы и сериалы. Для музыки он точно не подойдет. На пятом месте стоит Hisense U5120G. Не самый авторитетный бренд в нише акустики, но ребята все равно сделали хороший саундбар. При более привлекательных характеристиках девайс и по цене получился приятным. Докинув лишние пару тысяч рублей к стоимости Yamaha можно взять систему 5.1. Внешне ничего не изменилось. Один саундбар и один сабвуфер. Но весь апдейт спрятан именно внутри. Там уже 11 динамиков, которые выдают около 300 ватт мощей. Плюс саб на 180 ватт. И уже на этом этапе получается более навороченный девайс. И это мы еще о технологиях декодирования не говорили. А здесь для нас припрятали самые настоящие Dolby Atmos и DTS-X, топовые технологии объемного звучания, которые устанавливаются в лучшие саундбары. И как неожиданно их было встретить в среднебюджетном сегменте. Чтобы вкусить все удовольствие от такой обработки звука, нужно устанавливать систему в небольшом помещении. Так саундбар воспроизводит расширенную звуковую сцену с реалистичным звучанием выстрелов, взрывов, шелестолистьев и даже концерта оперного театра. За счет нескольких небольших деталей этот саундбар реально лучше погружает в атмосферу происходящего, вовлекая в процесс. И еще важный момент – подключение. Для работы топовых декодеров нужно подключать бар по HDMI. Просто по оптическому для вас будут стараться только базовые Dolby Digital и DTS. Но не обошлось и без недостатков. Как по мне, басы не самые проработанные, есть небольшое искажение. Да и голос на высокой громкости с выкрученными низкими частотами смешивается в кашу. Но общее звучание все равно можно похвалить. Тем более, за такие-то деньги. Четвертую строчку рейтинга я отдал Sony HT-G700. Зацепила меня ее конфигурация 3.1. Три динамика в саундбаре плюс сап. Общая мощность 400 ватт. На первый взгляд прошлый Hisense со своим 5.1 смотрится поинтереснее. Но все не так просто. Есть у этой Sony козырь в рукаве. Vertical Surround Engine называется. И вот он превращает этот саундбар в 10-канальную 7.1.2 систему. Само собой, это эмуляция. Физически динамиков ведь больше не становится. Но зато какая! Благодаря даже чисто программному улучшайзингу обеспечивается эмуляция как бы звучания над головой. То есть вокруг вас создается сфера, благодаря которой вы будто оказываетесь в центре событий фильма. Очень реалистичный эффект. В каких-нибудь хоррор-фильмах проявляется особенно ярко. Плюс Dolby Atmos и DTS X, которые еще прибавят объема и эффектности. Конечно, потенциал этих декодирующих технологий здесь раскрыт не на максимум. Все-таки в саундбаре три динамика. Это как бы просто приятное дополнение для ушей. Но все-таки с ними и фильмы, и музыка звучат все равно лучше. Также есть базовая опция регулировки звучания. Разные режимы работы, которые подстраиваются под определенную ситуацию. Стандарт, музыка и кино. Предустановленные настройки, которые можно самостоятельно регулировать, если вдруг вам какой-то момент не понравится. Лично мне этот саундбар от Sony показался лучшим в среднебюджетном сегменте. А что, на нем можно и музыку слушать, и фильмы смотреть, и играть. Все это с отличной обработкой и реалистичным десятиканальным звучанием. Нужно только правильно подключить саундбар. И своим звучанием он не разочарует. Тройку лучших открывает JBL Bar 9.1. И вот здесь уже никаких эмуляций. Трушный 9.1 с отделяемыми колонками для тыловой установки. Ну и цена, конечно, у саундбара соответствующая. Хотя тут явно есть за что платить. Трудно на самом деле описать словами, какое звучание выдает этот JBL и ему подобные бары. Никакими эпитетами не получится передать то, что ощущаешь во время прослушивания. И всякие характеристики, цифры, количество динамиков, мощность – все это не то. Конечно, это нужно слушать, чтобы понять, за что производители требуют такие деньги, и почему нужно купить именно их саундбар. Единственное, что я могу обещать и в чем могу быть уверенным, так это в том, что никого из вас этот саундбар не разочарует. Сесть смотреть какой-нибудь боевик и в процессе сказать, что лучше было купить какие-нибудь колонки за 10 тысяч – невозможно. Некоторых вынесет уже на заставке фильма. Кто-то продержится до кульминации. Апогеем станет понимание, что это устройство стоит каждой потраченной копейки. Поэтому в таком саундбаре сложно разочароваться. Но все-таки для общего понимания на фоне прошлых более простых саундбаров расскажу немного о некоторых параметрах. Саундбар спереди, две колонки за спиной и сабвуфер создают полноценную полусферу реалистичного звучания со всеми взрывами, шорохами и свистом пуль. В совокупе мощность достигает 820 ватт. Украшает это дело Dolby Atmos и DTS-X. Получается, есть все необходимое для полного погружения. Подключайте саундбар по HDMI, выбирайте фильм с яркими спецэффектами, выключайте свет и наслаждайтесь. На втором месте стоит Samsung HW-Q930B. Первоклассный саундбар за приличные деньги. Не скажу, что он в чем-то капитально лучше прошлого JBL, разве что в каких-то мелких деталях. Но в целом вы не ошибетесь, если выберете какой-то из них, просто тыкнув пальцем на рандом или подбросив монетку. Хотя в каких-то моментах может возникнуть подозрение, что Samsung уступает в звучании. Например, если судить только по мощности. В общей сумме саундбар вместе с сабвуфером выдают около 540 ватт мощности, а это на 30% меньше, чем дает JBL. Благо, ни на одной мощности держится качество звучания. Поэтому, включая фильм, музыку или игру, вы все также услышите качественный объемный звук с четким позиционированием. То есть сразу становится понятно, что звук идет не только от передней колонки. Вон те два небольших отдельных сателлита за спиной играют реально важную роль в создании реалистичного звука, исходящего буквально вокруг вас. Благодаря такой широкой сцене и обработке Dolby Atmos создается ощущение, что сцена из фильма происходит в вашей комнате. Из чего-то выделяющегося относительно JBL могу отметить только возможность регулировки низких частот. Но вряд ли этим кто-то будет пользоваться. Саб и без того отлично справляется со своим делом. Вы только правильно подключите всю систему в разъем HDMI. Ну и посмотрите, поддерживает ли ваш телевизор такое подключение, а остальное зарешает саундбар. Лидером рейтинга стал LG S95QR. Понравилось, что его можно устанавливать в помещениях большой площади и даже на открытые пространства. Конечно, полноценный кинотеатр озвучить не получится, но в какую-нибудь большую гостиную можно ставить уверенно. И максимальной громкости хватит, и качество звучания останется таким же чистым и неискаженным. Мощность в совокупе выдает 810 Вт, 220 из которых идут от сабвуфера. Само собой, 9.1 с тыловыми динамиками, которые вместе с саундбаром создадут эффект объемного звучания на 360 градусов вокруг вас. От внезапных звуков можно даже оглянуться, не к вам ли это постучались. Естественно, без Dolby Atmos и DTS-X никуда. Лучшие технологии по декодированию звука. Ну и еще есть регулировка низких и высоких частот. Но это нужно разве что искушенным аудиофилам. Для большинства пользователей звук отличный уже из коробки. Также понравилась возможность подключать этот бар не только через провод, но и по воздуху с помощью беспроводного соединения. Уже меньше проводов и мороки с ними. Но это не так важно. Все-таки саундбар один раз поставил и забыл, поэтому пользоваться и проводным подключением вообще не западло. Лишь бы звучание было достойным, а здесь с этим вообще нет проблем. Можно уверенно покупать этот LG, если вы хотите лучший саундбар с возможностью гибкой регулировки звучания. Ну а если ищите лучшее, но вам нужно просто поставить, подключить и забыть, то можете выбрать из трех последних моделей. Уж точно не ошибетесь. На этом мой рейтинг подошел к концу. Ссылки с актуальными ценами на модели я оставлю в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.